Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас, 30 мая, я могу уже показать на деле, а не на словах. Я обычно до этого успокаивала тех, кто расстраивается, что у них желтая рассада, что делать, многие спрашивают. Я говорила, что чаще всего делать ничего не нужно. И вот сейчас я вам покажу, не на словах, а на деле, что рассада как по волшебству меняется после того, как ее высадишь в открытый грунт. Но я вот про эти Настеньки уже говорила, видели, какие замухрышки я высаживала, тоненькие-тоненькие. И сейчас вот принесла лоток, который стоит, дожидается высадки в открытый грунт. Я никогда ничем не подкармливаю, не исправляю ситуацию, пока рассада томатов стоит именно в рассаде. Вот они у меня в стаканчиках, в стаканчиках маленьких, 200-граммовых. Пересаживать в 500-граммовые уже смысла нет, мы скоро будем высаживать в открытый грунт. У нас традиционные сроки с 5 июня, осталась нам всего одна неделька. И хочу показать их ровесников, которые тоже еще не цветут, но которые я высадила в теплицу. Видите, какая разница. Во-первых, они как по волшебству, они тоже были, поверьте, я их высаживала вот в таком виде. Вот, тоненькая будулыжка была и желтенькая вот такая вот. Посмотрите теперь на этого толстяка. Рассада, как по волшебству, буквально вот сразу после высадки в грунт, начинает у нее толстеть стебель. Изменяется цвет лица, ну в его случае цвет листа. Делается сразу зеленый, толстый. И это вот он такой, видите какой большой, прям такой хороший. Так он еще не цветет, он ровесник как раз вот этим. У этих тоже вот бутончики тут появляются на макушке, кисточки. Она что вот эта рассада и что вот эта была посеяна в одни и те же сроки. Ну просто это и досталось место в теплице, а эта ждет, когда я ее высажу на улице. Ничего я с ней не делаю, пока я не высажу в открытый грунт. И если я увижу, что даже высадив в открытый грунт, она не толстеет, как по волшебству, не увеличивается, не зеленеет. Только тогда можно подумать и еще только подумать, делать или нет подкормку. Потому что подкормку лишний раз я не делаю. Я боюсь и так, что они начнут жировать. Томаты очень сильно подвержены, вот если их чуть-чуть дать побольше поесть, покормить. Они подвержены вот этому жированию. Я никогда особенно вот в теплице не подкармливаю. Тут и так идеальные условия. Вот посмотрите, какие у них толстые стебли. Вот мой мизинец. Мизинец мой, как раз вот с этой стебель. Куда же его еще подкармливать, хотя он еще не цветет. Он своим ходом растет, растет потихоньку. Поэтому не волнуйтесь, не расстраивайтесь, если у вас рассада хиленькая такая, желтенькая. Если вы еще не высадили, нет повода беспокоиться. Я вот теперь высадила вот этих хиленьких, желтеньких. Теперь беспокоюсь, что у них очень здоровые листья. Они прям как по волшебству, как в какой-то сказке. Как начали разрастаться, я даже не успела. Я сейчас захожу, они такие огромные. У меня теперь другая проблема. Надо вот ходить, отрезать половину листа. Видите, моя ладонь, это вот один фрагмент листика. А дальше еще полметра листа. Это вообще такие великаны. Хотя я ничего с ними еще не делала. Только заправляла грунт. И золу делала, калийную подкормку золой. Но это все вы видели. Кто смотрит мои видеоролики, все вы видели, что я в основном нацеливаюсь на борьбу с фитофторой. А вот эти вот все подкормки, такие пищевые, именно добавки для роста я не делаю. Они и так зажиреют. Вот этот видеоролик я вам специально зашла вот в эту жарищу. У нас сейчас 25-27 градусов. В теплице вообще неимоверная жара. Уже скоро маскировочную сетку, наверное, буду накидывать. Я вам хочу сказать о том, что пока не высадите в открытый грунт, вы ничего не предпринимаете. Скорее всего, в вашей рассаде просто не хватает питания. Я вот не так давно высадила, и хотя было холодно, вы посмотрите, какие уже великаны разрослись. Почти все с томатами, все с завязью. Какие-то вообще уже очень большие. Маленьких завязей очень много. На каждом томатике висят помидорки. Но есть помидоры вообще уже взрослые. Ой, сейчас покажу. Которые уже как настоящие. Я уже думаю, что они скоро начнут, наверное, краснеть. Все, до свидания. Вот это вот 5 минут, ну не 5 минут, а 5 минут, я уделила для тех, кто расстраивается, что желтая рассада, что рассада хилая. Возможно, нужно ее как-то подкармливать, что-то исправлять. Дождитесь высадки в грунт, иначе вы можете сделать, как сказать, еще минус своей рассаде. Мало того, что вы ее подкормите, потом высадите в открытый грунт, потом будете думать, как исправить жирование рассады. Все, до свидания. Продолжение следует...